Здравствуйте, дорогие девушки, дамы, женщины, мамы, сестры, бабушки. Я обращаюсь к вам. Вот с какой мыслью я обращаюсь. Если ваш мужчина, муж, сын больше 100 килограммов, а вы хотите его видеть тем, за которого вы ходили замуж, или тем, который бегал босиком по огороду, мог еще бегать, да? А не просто ходил в развалочку, как медвежонок, пух. Тогда этот рецепт для вас. Друзья, я вам хочу сказать, шутки шутками, но сейчас сезон такой, когда вот все начинает расти. И сейчас зелень вкусная, горошек зеленый вкусный, уже появились томаты. Я понимаю, не везде, но мы же стремимся вот к тому, что нам сейчас дает природа. Салат вот этот растет даже у бабы Фроси в Минино. Да, везде вот это все. Это просто самый популярный в мире салат. Но здесь, значит, о чем речь? Концентрируем внимание на курице. Всегда, так сказать, вот эти вот процессы, связанные с питанием мужчин, все женщины хотят, чтобы мужчина ел салаты. А мужчина говорит, ну что я тебе, корова что ли? И так делает. И сразу хочет сказать, ну нет, конечно, бычок, но давайте мы с ними не будем играться, как бы, и кормить их только одной зеленкой. Поэтому салат это второстепенное, а первостепенное это вот как раз то, ради чего это блюдо должны есть мужчины. Смотрите, два окорочка. Два окорочка солим сразу, я их снял с кости. Можете купить филе без всяких проблем. И начинаем их мариновать. Не бойтесь, ничего страшного здесь нет. Все в доступе там у всех людей. Тем более вы каждый раз спрашиваете, что сделать со специями. Вот сейчас давайте чуть-чуть поразбираемся. Во-первых, значит, обязательно заведите себе ступку для того, чтобы все это перемалывать. Если у вас уже что-то перемолотое, например, паприка, да, то паприка хоть и имеет некоторый вкус, ну там некоторые говорят, паприка имеет некоторый вкус, ну как же паприкаш? Не имеет она никакого вкуса особого. Я ее использую для краски. Значит, пол чайной ложечки, вот на две, да? Пол чайной ложечки сюда высыпаем. Следом идет копченая паприка. Только не пишите мне, что ее взять негде. В интернете есть все. Все есть в интернете. Не прибедняйтесь. Что вам, лень заказать, что ли? Подождать там два дня, и чтобы вам пришла баночка копченой паприки? Да ладно, не это самое. Пол ложечки. Копченая паприка создаст дополнительный аромат и вкус. Значит, кориандр молотый. У меня кориандр из Индии. Вы должны для себя найти тот, который ароматный. Не так, как эта трава, чтобы прям ароматный был. Пол чайной ложечки без горки. Тимьян, чабрец, он же Степаныч, он же Чабир, он же Тимьян Полевой. Тоже пол чайной ложечки, но без горочки, да, получается примерно так и есть. Все сюда высыпаем. Можно добавить куркуму, можно добавить любые какие-то специи, которые вы обожаете. Я вам даю основную базовую схему. Два зубчика чеснока, е-мое, маленький нож, на место положено. Давим. Можно сухой использовать, но свежий всегда вкуснее. Реально, свежий всегда вкуснее. Такой аромат, тем более, когда он уже начал расти. Знаете, что можно? Если у вас есть огород, или у ваших родственников есть огород, или вы сейчас где-нибудь на даче находитесь, ну, нарвите себе вот этого перья в чеснока, ну, бодылья вот эти зеленые. Их тоже можно, это же все в маринад. Будет супер, я вас уверяю. А то ботву эту чесночную выкидывают все, она для маринадов. Косяк, блин, молодого чеснока, это тяжело его чистить. Вроде раздавил, вроде все отошло. Ковыряешь, ковыряешь, а там этого мусора еще гораться. Как мы делаем для тех, кто... Я, кстати, этот лайфхак давно-давно-давно-давно уже не повторял. Значит, нарезали сюда щепотку соли и начинаем растирать. Как делают повара, как попало. Как попало делают, помним, кромка и соль. Кромка, соль портит кромку. Поэтому нужно делать обухом. Вот так вот. Оп, обухом. Чтобы лезвием там к соли не прикасаться. А вот Гриша Мосин, херачит его как ни попадя, блин, вот так вот. Смотрю прошлый ролик, сердце кровью обливается. Думаю, надо же такое. Кто же его так учил делать? Ну, кто-то же научил. Это тебе за ментай. Ой, ментай вообще как бы, я за него не просто не переживаю. Мне каждый божий день, 3-4 человека, каждый божий день пишут спасибо за ментай. И рецепт вообще просто шикарный. Он простой, доступный и самое главное вкусный. Поэтому тут как бы как ни крути. Вот эту пасту сюда отправляем. Маслице подливаем. Прям там, не знаю, пару столовых ложек, много не надо. Все. Потом это все перемешиваем. Если вдруг видите, что не хватает, тут какой-то жидкости масляной, например, можете добавить еще. Смотрите, курочка получается красненькая, красивая, от паприки, аромат чудесный. Чесночок тут и так далее. Шикарно. Руки такие же становятся, как и курочка. Красивые. Можно облизать, так мы понимаем, сколько у нас соли. Не бойтесь, никто не отравится. Сырая курица, сейчас начнется это самое ерунда. Все это, повара всегда пробуют все пальцем. Мешаете, как вы узнаете, сколько соль? Никак, только палец лизнуть. Поэтому лизни палец, познай курицу на соль. Все, теперь на пергамент выкладываю два окорочка. Ставлю в духовку. Врубаю верхний жар, максимальную температуру. Все, 10 минут будет готово. Вы заметили, что впервые за 4 года я курицу перед отправкой в духовку не обжарил. Значит, что делаем дальше? Вот у нас есть 10 минут для того, чтобы подготовить все остальные ингредиенты. Поглядывайте, чтобы у вас ничего не горело там, потому что 10 минут такая условная температура. Я свою печку знаю, поэтому говорю 10 минут, но имейте в виду 12-15. Ну что, я ваши печки не знаю. Итак, у меня есть редиска, я уже, ну вы понимаете, чтобы ролик был не такой длинный, поэтому редиску я порезал, огурцы я порезал. И мне осталось порезать томаты. У меня есть маленький бонус такой. На рынке появились уже бабушки, тетушки фермеры, которые привозят совершенно шикарные томаты. Разного размера. Я выбирал самые мелкие, поэтому мне нужны были черри, но как таковых черри нету, но для этого салата именно черри нужны. Поэтому помельче, например, выбирайте. О, два сросшихся, смотрите какие. И все, режьте пополам поперек. Не вдоль, а поперек, чтобы плодоножка у нас маленькая. Здесь ее не вырежешь, толку из этого никакого особо нету. Чего мучиться, просто оставляем ее как есть. В ней, кстати, очень много вкуса, и она такая классная. Томаты просто пополам поперек. Режу томаты и понимаю, что автоматически перехожу и уже нарезал даже черешню. И косточки вынул, ну там горсточку. Она сейчас прям в ходу. И так как я обожаю черешню, если вы ее не любите, не добавляйте. Можете добавить вишню, если заморочаетесь. Ну, в общем, некий должен быть всегда ингредиент в салате, который вашего мужчину сподвигнет любить вас больше. Что, типа, вы всегда какие-то ништячки добавляете? Нет, если он консервативный, конечно, просто мазиком залейте оливье и все. Но тогда не ждите, что он. Так, у меня курица уже подошла. Уже подошла, уже водичка из нее потекла. Вот такая симпатичная курочка. Значит, получилась. И она у нас отдыхает. Отдыхай, курочка. Отдыхай, родная. Значит, тарелку берите побольше, поменьше, в зависимости от того, сколько у вас там человек. И, ну, вернее, так скажу. Заготовок много. Значит, здесь на 2-3 блюда. То есть, вот прям на семью. Знаете, по чуть-чуть сейчас буду складывать, все поймете. Значит, кинзульку. 140 граммов йогурта. Ну, пачку просто вытряхнул, чтобы никто не видел, что это за йогурт. Секретный греческий йогурт. Плотный, видите, плотный, не болтается. Кинзы сколько ни жалко. Ну, как бы сказать. Короче, не любите кинзу, любую зеленуху туда закиньте. Это соус для салата. Заправка. Щепотка соли. Еще щепотка соли. И немножко... А где у нас оливковое масло? У нас что, оливкового масла нет? У нас же было оливковое масло. Так. Короче, у меня нет оливкового масла. А почему оно вроде должно было быть? Не покупали, да? В общем, оливковое масло. У меня сафлоровое. Вы не обращайте внимания. И не пишите потом, что у нас такого нет. Оливковое масло здесь должно быть. Поэтому я отправляю... Вот, люди. Как я что-то запечатывают крышку? Как я у тебя здесь открывать ее должен? Всегда не выкидывайте ножики старые. Оставляйте их где-нибудь в заветном месте для того, чтобы умерший нож ваш уже, который вы не точите, уже все не режет. Он использовался вот для всяких таких вскрывательных штук. Вам его не жалко. Можно фольгу резать, можно на столе и так далее. Он все равно не режет. Поэтому нам нужно просто перекусить. У меня всегда есть такой ножичек. Зараза. О! Главное, чтобы вам было не жалко свой нож. В общем, у меня оказалось случайно сафлоровое масло, которое, как кто-то странно, образом упаковал так, что немножко добавляем для того, чтобы йогурт, масло и кинза вступили в союз. В прекрасный союз. Так, быстренько блендером. Не знаю, как вы, йогурт с кинзой. Просто шикарная штука. 5 сек и готово. Так, теперь листья. Тут зависит от вашего творческого, так сказать, мышления. Можно сделать так, можно сделать эдак. Как хотите, так и делайте. Листья салата. Теперь сюда огурцы. Вот так. Теперь сюда помидоры. Разноцветные. Сыпьте, чтобы было красиво. Теперь редиска. Водичка пусть течет. Опа! Редисочка такая прям нежная, тоненькая, красивая. Так, зира, которая у меня вот здесь в тупке была, с чили перцем перемолотая. Я же ее не добавил в маринад. Курочку просто свеженькой посыпаем, чтобы прям она яркая была. Там же нету никаких палок. На зубах ничего скрипеть не будет. Палок-маталок. Маталок-палок, все. Черешня. Это я потом найду, кому приспособить. Курица. Филе бедра самое вкусное. Три минуты без болтовни на маринад. Там 15 минут на запекание. За это время вы все это режете, формируете. И вот у вас осталось всего лишь один шаг. Смотрите. Ну какой мужик откажется от такого шикарного запеченного стейка с такой цветовой гаммой салатной. Во-первых, раздельное питание. Во-вторых, это нереально вкусно. В-третьих, он полностью прожарился. Следите всегда за этим. И остался сочным. Выкладывайте в центр, чтобы все остальные ингредиенты видны и были. Поливаем. Это все соки, они все будут в салате. Теперь шикарно. Сюда прям ложку заправки, а лучше две. Потом всегда можно добавить. И у меня еще, знаете, что есть? Горошек зеленый. Это же вообще лакомство. Шикарное, прешикарное. Просто берем горошек и сыпем. Везде. Опа. Но горошек очищать. Нужно маленьких домочадцев просить, помогать. У них пальчики маленькие. Нашелушили. Все. От такого салата не откажется ни один мужик. Но самое главное, что это первый путь к вкусной еде и красоте мужчины. Обязательно, да, перед поеданием нужно посолить овощи. Чуть-чуть. Если вам вдруг чего-то тут мало, значит, добавляем больше соуса. Красоту не буду портить. Не хочу там перемешивать. Я вот так вот возьму значит, вот этого, вот этого с горошком. Хрящик попался. Такой прям хрустящий. Ну, я могу сказать, что салат совершенно шикарный. Схема простая. Меняем разные ингредиенты на то, что любим, не любим. Как вы любите все время. Я там заменил это. Что-то рецепт не получился. Ну, конечно. Оставляем кусок какого-то мяса. Обязательно кисломолочную заправку с травами. Соль и что было под рукой? Укроп, петрушку сверху. Есть один вид томата, один вид томата. Значит, есть спаржа молодая, пошинковали, спаржу бросили. Он должен быть хрустящий, мясной, летний и сытный из-за мяса и йогурта. Это важно. При этом сочетании найдите мне, не знаю, там, хоть одного, блин, кому это не понравится. Не, ну понятно, что там кто-то может сказать, я не ем огурцы. Это не считается. Я имею в виду, что вот этот овощной салат с куском мяса, он всегда зайдет вашему мужчине, который вас потом расцелует, на руках будет носить и говорить, м-м-м, моя любимая. Так что, женщины, берем на вооружение и вперед. Ну, в смысле, а я говорю вам пока.